Свято-Успенская Святогорская Лавра В монастыре закончил свой жизненный путь родной брат епископа Иоасафа Гороленко Михаил, в монашестве архимандрит Митрофан, бывший до того настоятелем Максаковского, Благовещенского, Киево-Братского и Выдубинского монастырей. Похоронен он у бывшей церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла, располагавшейся под святой скалой Святогорского монастыря. Также в этот день церковь чтит память святителя Митрофана Воронежского. 17 сентября совершилось второе обретение и перенесение его честных мощей. В честь трех святителей, в числе которых прославленный церковью Воронежский чудотворец, назван левый предел Свято-Успенского собора Святогорской Лавры. Там же находится икона с частицей его святых мощей. В среду 18 сентября церковь чтит память святого пророка Захарии и праведной Ельсаветы, его жены из рода Аронова. Она была сестрой Анны, матери Пресвятой Девы Марии. Жили святые во дни Ирода, царя Иудейского. Захария был первосвященником и пророком. При торжественном событии введения Девы Марии в храм, он по Божию научению ввел ее во святая святых. Евангелист Лука свидетельствовал, были праведны оба перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Плодом супружеской праведности Захарии и Елизаветы был честный и славный пророк, притеча и креститель Господень Иоанн. Также 18 сентября память благоверного князя Глеба. Вместе со своим братом, благоверным князем Борисом, он стал первым русским святым, канонизированным как русской, так и константинопольской церковью. Братья появились на свет незадолго до крещения Руси и были младшими сыновьями святого равноапостольного великого князя Владимира. Притесняемые своим старшим братом святополком, получившим позднее прозвище Окаянный, они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Святые братья-мученики навеки дали пример того, как необходимо беречь мир и всегда избегать братоубийственных войн и междоусобных браний, даже ценой собственной жизни. В четверг 19 сентября Святая Православная Церковь воспоминает чудо архистратига Михаила в Хоних, а также прославляет чудеса, сотворенные святым Михаилом, архангелом небесных сил, для блага народа Божия в разные времена и в разных странах. В одном из скитов Святогорской Лауры в честь святителя Иоанна Шанхайского, расположенного в селе Адамовка, недалеко от Лавровской обители, отмечают второй престольный праздник. Связано это с тем, что престол Нижнего Храма Скита посвящен архистратигу Михаилу, небесному покровителю святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, во святом крещении, нареченного в честь главного архангела, предводителя небесных воинств, архистратига Михаила. В субботу 21 сентября Святая Церковь торжествует событие, которое радость возвестила всей Вселенной. Радость рождения, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, владычицы и архангелов превысшей, невесты неневестной и радости нашей, пресвятой владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этот день в Свято-Успенско-Святогорской Лавре празднует свой престольный праздник небольшой храм, один из двух престолов которого освящен в честь события, полагающего начало всей евангельской истории. В храме находятся две чтимые иконы. Список с чудотворной иконы Троиручица, по молитвам у которой в 2000 году совершилось чудесное исцеление от болезни рук, и икона благовествующего архангела Гавриила, чудесно сохранившаяся в годы безбожной власти. 22 сентября, на следующий день после празднования Рождества Пресвятой Богородицы, Церковь чтит память святых ее родителей, праведных Иоакима и Анны. Этой благочестивой супружеской чете, своей праведной жизнью угодившей Богу, все мы обязаны появлением в мир начала нашего спасения. Пречистой Девы Марии, честнейший Херувим и славнейший Бессравнение Серафим, Матери Господа Всевышнего. Также в числе святых, величаемых в этот день, есть особый угодник Божий, украшение и слава Церкви. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский. В 1896 году, в этот сентябрьский день, произошло сразу три знаменательных события. Обретение и перенесение честных мощей, а также канонизация архиепископа Черниговского в лике святых. Святитель Феодосий по праву считается покровителем Черниговщины. Но также угодник Божий является покровителем и Святогорья. В селе Кармазиновка устроено подворье Святогорской лавры в честь черниговского святителя и чудотворца. 22 сентября в обители престольный праздник. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok